Здравствуйте дорогие друзья, канал Делай Профессионально и сегодня я продолжаю заниматься работой возле котла значит, как видите, уже вырисовывается понемножку картина формы нашего котла и уже сегодня я установил его на то место, где он должен стоять значит, от стенки он будет стоять 60 сантиметров я планировал 40, но передумал по той причине, что возможно в будущем я поставлю там с той стороны возможно котел газовый, но я еще буду думать значит, сегодня я закончил варить верхнюю стенку и проваривал еще в некоторых местах вот эти вот соединения, которые не дают, получается, раздуваться котлу вот эта вот у нас рубашечка будет таки после нагрева там 80-90 градусов сохранять форму значит, как видите, я еще раз повторюсь, размеры котла 74, ширина, длина 1,80 и высота 1,80 значит, уже я начал устанавливать нижний теплообменник первого ряда и сюда у меня пошло 9, по-моему, труб по 1,50 значит, оставлял я буквально 2,5 сантиметра для того, чтобы здесь все будет заложено кирпичом допустим, я думаю, 3 ряда для жара а дальше, чтобы спокойно пламя и горячий воздух мог проходить между труб под трубы и касаться дна котла я оставил вот этих 3 сантиметра от стенки я тоже отступил 3 сантиметра и получается, уже сделал вот такую вот пластину и прожег дырки тоже сварочным электродом четверка в этом году возле котла у меня прям находка эти электроды четверка потому что отлично ними варить, удобно и надолго его хватает намного лучше, чем тройкой значит, вот так будет лежать у нас кирпич неупорный я думаю, что 2-2,5 ряда в длину для того, чтобы вот эти трубы не перегорели быстро хотя толщина 3,5 мм очень хорошая труба по-моему, 6,10, да 57, наверное, да 57 мм внутри и получается, вот так у нас будет кирпич я думаю, что тут стоя поставим 1 и еще в длину 1 и там стоя 1 ну, посмотрим ну, вот так вот значит, вот такой вот ряд будет внизу ряд здесь в высоту тоже 10 труб сбоку 10 труб и вот так вот вверху тоже будет 10 труб короче, по-серьезному задумал я ставить потому что есть труба и я понял, что нужно ее максимально сюда засунуть побольше для того, чтобы был максимальный теплосъем я думаю, что так я и назову этот котел он будет называться теплосъем задумка хорошая плюс дальше вот там вот в конце когда будет подниматься жар вверх тоже я задумал вот так поперек 10 труб в высоту таких коротких по 75 см еще одна такая задача это сделать, как я сказал, вот так вот перегородку с труб и сверху мы положим сразу теплообменник то есть жар будет идти по котлу прямо потом возвращаться назад потом опять прямо назад и уже в дымоход хорошая новость та, что не надо будет мне дымоход менять именно расположение его я не знаю видите, там темно в общем, как раз он как раз вот так вот здесь вот в углу получается дымоход не знаю, хватит мне 159 дымохода для этого котла я не знаю я думаю, благодаря турбине его хватит будем надеяться, что при открытии дверей не будет идти дым сюда да, то есть в в котельню я на это надеюсь если нет, просто в будущем нужно будет купить еще один еще один дымоход и поставить его рядом тоже тот же 159 потому что по цене в принципе по цене также стоит как и 200 труба или 210 дымоход я думаю, даже дешевле поэтому вот так вот так, друзья ну вот так вот понемножку идем конечно, я хотел намного быстрее его сделать но хотение это такое знаете но, к сожалению как ни выходной, то праздник как ни праздник, то выходной и как бы стараемся и праздновать и работать уже поджимают меня сроки с посевами должен я в принципе уже на этой неделе определиться когда и что я сею или вообще сею да, друзья потому что обстановка веселая ну вот так вот в принципе так значит завтра опять у нас выходной и уже с понедельника я буду полным ходом вот эти все трубы сваривать слева и справа и также выше осталось мне подготовить трубы потому что они все есть где-то наполовину и все ну вот так вот, друзья еще скажу пару слов по значит утеплению котла я пробовал утеплять минватой и мне не понравилось это дело я просто понял что нужно будет вот так положить обычный кирпич сбоку котла и будет такой у нас серьезный бункер кирпич будет держать тепло не будет не будет его сильно отдавать ну и потом когда скажем так наберет от горячей воды на себя тепло то будет конечно результат хороший потому что я планирую немножко до котельни достроить небольшой рассадник в будущем и этот котел будет служить своего рода такой печкой даже то есть не надо будет сильно его топить а отлично будет давать тепло ну по крайней мере я так задумал будем будем видеть как насколько это скажем так реально но я думаю что все реально все реально главное время деньги и продумать все это дело насчет швов друзья я надеюсь что швы не потекут стараясь максимально надежно варить скажу сразу что тот кто никогда не варил водяное отопление то в принципе не стоит рассчитывать на то что у вас не будет потеков по той причине что нужно варить смотреть как ты варишь и потом когда потечет в каких-то местах то отбив шлак просто посмотреть почему ну и в общем чем больше практики чем меньше этих потеков расскажу вам одну историю что в принципе стоит самому начинать варить потому что сварка это незаменимая вещь если у вас частный дом или или частный дом вот так вот или теплицы друзья значит я задумал домой в частный дом себе провести отопление водяное на полдома потому что полдома было отопление полдома не было ну вот так и я купил трубы батареи мне сказали что практически каждый шоу мой потечет который я сварил первый раз и там было 53 шва примерно я посчитал да и вы знаете да потекло 3 шва потекло небольшая там дырка была ну капли капли не то что там течь все слил воду заболгарил потому что под давлением никак ты не заваришь разве что я не знаю под сильным скажем так током но я не пробовал и все так что не бойтесь но на сразу быстрый хороший результат по сварке не рассчитывайте я например варю уже не первый год но у меня по надежности сварки все окей но вот с ровностью в некоторых местах не очень хотя я уже варю такими кусочками знаете по 3 сантиметра по 5 отступаю стараюсь не накалять сильно металл но все равно не хватает немного мне ровности в этом всем деле но я так смотрю что более менее все отлично я просто знаю что после того как я сделаю этот котел он будет называться как я уже сказал теплосъем я забуду что такое проблемы с водой ну главное запустить его и посмотреть чтобы тяга была нормальной и посмотреть чтобы не было течи все и я верю что я забуду проблемы с водой с отоплением теплицы рассадника и так далее и на ровность котла совсем смотреть и не буду потому что я буду занят другой работой буду отдыхать работать в теплице и будет другая работа поэтому друзья да надо чтобы все было ровно но без фанатизма вот так вот ну по крайней мере я так придерживаюсь такого мнения ну все буду ехать отдыхать спасибо вам за ваше внимание скоро увидимся пока